Музыка Худые парни или так называемые октоморфы всегда нуждались в особенном питании для набора мышечной массы И сегодня мы подробно разберем их дневной рацион Начинается день октоморфа как положено завтрака, да, и происходит это примерно часов в 7 утра Даже если вы спите до 11 или до 12, я вам рекомендую проснуться в 7, покушать, а потом снова уснуть, да Для того, чтобы увеличить количество приемов пищи в день, а для того, чтобы просто вы могли в течение дня больше съесть, да, повысить тем самым свою калорийность И завтрак октоморфов, на мой взгляд, должен включать в себя не только сложенные углеводы с белком, но и простые углеводы Типичным примером может быть овсянка, например, с бананами, несколько яиц И, кстати, в овсянку еще можно добавить сливочное масло Функциональность у жиров гораздо больше, чем у углеводов, мы сейчас об их функциях говорить не будем Но жиры нужны не только, на самом деле, эктоморфам, да, и всем остальным, но эктоморфам они нужны, на мой взгляд, больше, да, особенно для набора мышечной массы Следующий прием пищи примерно через 3 часа, ну, то есть часиков 10, он может быть уже просто энергетическим, углеводным Это могут быть, например, высококалорийные фрукты, бананы, виноград там и так далее Хотя я скажу по себе, когда я весил мало, там, 60 килограммов, когда я набирал Мы употребляли в этот промежуток времени какие-то хлебобулочные изделия и простые углеводы Вот, ну, раньше нас учили этим взрослые пацаны здоровые, да, в качалку приходишь, там, начинаешь у них советов спрашивать, там, все записываешь Вот, то есть мы употребляли обычно простые углеводы Я скажу, что от этих простых углеводов никогда ни у кого из нас из эктоморфов никакого жира не росло У нас, по-моему, все, что мы ели, вообще отправлялось прямиком в пищу И таким образом прием часов в 10 утра у нас является энергетическим Конечно, у нас не было возможности есть фрукты после развала Советского Союза Но сейчас фрукты есть возможность высокоуглеводные кушать всем Поэтому лучше сделать этот прием пищи из каких-то высококалорийных фруктов, например, бананов Далее, примерно в 13 часов у нас полноценный обед Порция каши какой-то, эктоморфом допускается и белый рис, не обязательно какие-то темные крупы То есть, в принципе, любой карнир, любая каша Плюс белок, белок это у нас рыба, яйца, морепродукты, да, либо кисломолочная продукция Но я думаю, с макаронами не прикольно будет есть творог Поэтому это каша, да, с каким-то, с рыбой, либо с мясом Плюс какой-то овощной салат Далее, примерно в 16-17 часов у нас белково-углеводный прием пищи Это может быть кисломолочная продукция, например, творог с бананом То есть, с первой половины дня у нас обмен веществ начинает разгоняться Он у нас на более высоком уровне Поэтому у нас первый промежуточный прием пищи в 10 утра, он будет углеводным А прием пищи уже в 16-17 часов, когда уже обмен веществ немного начинает замедляться Он уже белково-углеводный И следующий прием пищи, это примерно в 19 часов полноценный ужин У октоморфа это ужин примерно такой же, как был и обед, да То есть, какие-то сложные углеводы, например, рис, да Можно бурый рис, можно простой рис белый Но бурый рис, он будет усваиваться гораздо медленнее И усвоится он не так быстро, как белый рис И не так качественно, да То есть, он не на 100% усвоится Поэтому зачастую углеводов октоморфу нужно съедать достаточно большое количество Поэтому они вынуждены часто отказываться от темных круп Именно в силу того, что едят они много И желудок просто не справляется с продуктами, содержащими в себе большое количество клетчатки Поэтому это может быть обычный белый рис С куриными грудками, даже не обязательно с крудками С бедрами или с любыми с ними продуктами Либо рыбой Далее на ночь мы можем покушать творога Заправить его йогуртом Либо совершить какой-то полноценный прием пищи Примерно такой же, как у нас был на обед Опять же, скажу по своему опыту Что когда я был худым и набирал массу Я на ночь всегда совершал полноценный прием пищи Это была та же каша Либо картошка, да С какими-то бедрами куриными С каким-то мясом или рыбой Обычная домашняя еда Сейчас, конечно, у нас такая тенденция Что у нас все Ой, вот это есть нельзя Это инсулин, жир Вот это есть нельзя Нам нужно здоровое питание На самом деле, когда у нас этой информации не было Мне кажется, нам жить было проще И мы еле совершали полноценные приемы пищи С домашней едой И все у нас в порядке было Никого, животов не росло Я вообще не знаю Ни одного пацана Который бы занимался в тренажерном зале в школьные годы Эктоморф И ел бы нормальную еду домашнюю Просто в больших объемах Чтобы у него там вырос живот Да нет Просто нужно следить за тем Что вы набираете Следить за своей жировой прослойкой визуально Если вы чувствуете, что вы начинаете заплывать Конечно, в углеводах себя нужно ограничить Далее, если у вас вес не растет Нужно начинать увеличивать калорийность Увеличиваем мы ее с первого приема пищи Добавляем немного углеводов на завтрак Потом между завтраком и обедом Потом на обед добавляем немного углеводов Можно добавлять их в количестве Просто таким образом, что вы увеличиваете Просто, например, гарнир А можно добавлять дополнительно, например, бананы В эти приемы пищи Увеличивая таким образом свою калорийность Пока вы не начнете расти Я скажу, что если энергетический баланс действительно положительный То у вас должен расти хотя бы жир Если у вас вес вообще с мертвой точки не сдвигается Стоит на месте Не растут ни силовые, вообще ничего Значит, наверное, все-таки вы едите недостаточно И нужно потихонечку добавлять калорийность в свой рацион И увеличивать количество потребляемых калорий в день Ну вот и все Здесь особо нового ничего не придумаешь Если вам понравилось видео, ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Добавляйтесь в друзья вконтакте Ссылка на мой профиль в описании С вами был Александр Добромиль Пока Субтитры сделал DimaTorzok